Я Лариса Гузеева Михаил – архитектор, владелец мебельного салона и столярного производства. Играет в водное поло и много путешествует, гордится многочисленными премиями. Признается, что у него скверный характер, предупреждает, что не сможет ужиться с женщиной, которая при каждой ссоре произносит слово «развод». Михаил никогда не обратит внимания на обладательницу короткой стрижки и яркого маникюра. Женится на легкой, в меру бесшабашной девушке с красивой улыбкой и отменным чувством юмора. Мне сейчас шепнула Лидочка на ухо, а мы, говорит, с ним знакомы. У вас была связь? Пока нет, только дружеская. Спасибо. Мы даже, может быть, деловое знакомство. Спасибо, спасибо, мышечка. Боже, какой букет. Так же хорош, как я. Смотри, какие букеты дарят. Связь с учительницей, женить бы в 17 лет. Мне прям так рисуется эта картина, когда она вам говорит, а вы, Мишечка, останьтесь на внеклассное чтение. Все было совсем по-другому. Она была в начальных классах учительницей? Да, в начальных классах. А вы старшеклассник? А Мишечка был старшеклассник, который любил детей. А учительницей сколько было? Ну, на 5 или на 6 лет постарше. Учительница первая. Я, кстати, работала когда-то учительницей. Чем взяла, рассказывайте? О вкусах не спорят. Чем взяла? Да как-то вот дети, учительница, учительница, дети. Каждый день виделись. А потом просто учительницей вы без детей. Да, ну, наверное, все одновременно сыграла. А небо в алмазах она вам на партии показала? Или все-таки были приличные уже какие-то усилия? Нет, никакого неба в алмазах не было. Но то, что как она очень сильно оказала влияние на мое... Учительница первая моя. ...как минимум сексуальному развитию, то это, да, безусловно. И затянуло, и женились. И за это я ей благодарен. Вот. Но не то, чтобы затянуло, там все банально. Залет. Как вы догадались? С трех раз практически. И? Ну, и все. Дальше... Как это... Мы же люди советского времени. И мы воспитаны как... Ну, как мне кажется. А мама знала? Как настоящий мужчина. Конечно, знала. Что сказала? И была категорически против. И бабушка любимая тоже была против. Но я не мог бросить... Учительница. ...в женщину. Ну, неважно, учительница или нет. Женщину с ребенком. Понравилось быть мужем? Честно. Да как можно осознать? Восемнадцать лет. Муж ты или не муж? Я думаю, никак. На чьи деньги жили? Она обеспечивала? Ну, жили у моей мамы, естественно. Еще тогда несостоявшийся студент. Дурачочек. А хоть позволила учительница в институт поступить, как-то дальше развиваться? Ну, так само собой, да. И сколько прожили? Да как-то прожили буквально 2-3 года кое-как. То есть благодаря маме в основном. И сколько ребенку сейчас? Ребенку 25 лет. Красавец. Ну, с одной стороны, это даже как-то классно. Правда? Нет. Само собой. Взрослый сын молодого человека. Да, хорошо. Но то, что было слишком рано, и когда ему в свою очередь было 19, и он там тоже очень стремился срочно жениться на симпатичной экранке, то я его изо всех сил отговаривал, потому что там тоже была ситуация похожая. Я не спрашиваю, благодарен или нет, я думаю, это не важно. А второй брак? Второй брак. Тоже позовет, между прочим. Ну, да, 14 февраля, алкоголь и все такое. Женился? Да, а как? Кто родился? Тоже мальчик. Сколько ему сейчас? Замечательно, потрясающе, 10 лет. Смотри, он недолго прожил с первой женой, и вторую жену, говорит, тоже брак позалет. Неизвестно еще, кто в этом причина, да? А с второй женой почему? Уже же были в зрелом возрасте, 33 года. Тут, к сожалению, все прагматично. Денег в том количестве, которое было, нет. Сладкую ягоду рвали вместе мы, называется. Ну, да, безусловно. То есть это уже отражалось. То есть то, к чему привыкли, этого не стало. Ну, а сейчас наладилось все? Ну, как сказать, не особо. Но она не сожалеет, не хотела вернуться? Вопрос закрыт. Много лет назад. Общаетесь? Нет. Только по поводу встречи с ребенком и все. Михаил, вам 43 года, выглядите восхитительно. Умный взгляд думающего человека, это приятно. Вот хотите сейчас, уже в таком зрелом возрасте, чего от жизни? От жизни я хочу все-таки, несмотря на что, счастливой семьей. Отцом еще хотите? Очень, да, я девочку хочу. А вот он как раз говорит, хочешь жениться на легкой, в меру бесшабашной девушке, с красивой улыбкой и отменным чувством юмора, такой, как голливудская актриса Кэмерон Диас. Ну, это утрировано. А, кстати, а вам что больше нравится? Мне нравится женщина в целом. Экранный ее образ? Мне нравится женщина в целом. Безусловно, я ее знаю только как экранный образ, я лично не знаком. Наси, героиня. А что женщина категорически не нравится? Наверное, если бы я весил за 100, то, наверное, я бы мирился с женщинами за 100. Или там, за 80. Учитывая, что я пока еще не преодолел этот психологический порог, надеюсь, никогда этого не случится. Нет, внешне, я поняла, она должна быть стройная, спортивная. Я поняла, с какими недостатками готовы мириться? Я поняла, что она не должна быть обжора. Знаете, ну, важно, насколько девушка с одной стороны умна, с другой стороны духовна. Ну, по характеру человек неопределившийся, находится в состоянии какой-то поиска, прострации, да, не знает, хочу то и не знаю, что. Михаил, скажите, а почему вот так случилось в ваших вторых отношениях, что ваша жена перестала вас допускать к телу? Это всего тот самый денежный вопрос? На мой взгляд, да, я могу ошибаться. Просто, то есть, началось третирование. Нет, во многих семьях, во многих семьях вот такие товарные отношения принес, денег дал, и я тебе в ответ. Женщины себя продают, и в семье тоже. Нет, ну, не настолько, вы поймите, это не то, что у нас же не было... Но месяцами близости не было. Она же вас третировала и шантажировала ребенком. И чтобы она вам после развода дала встречаться с пацаном, вы же ей оставили всю и квартиру, и машину. Ничего подобного, меня не шантажировали, это было мое сугубо решение изначально. Так вам удалось заработать? Я что-то занервничала уже. Да вы не волнуйтесь, заработайте. На следующую, на третью жену. Ну, конечно, удастся. Я знаю Михаила лично, у него все в порядке, он с Алисой связывает. Только деловое отношение, просто я буду делать со своим мужем любимым в спальне у Михаила. У него свое мебельное производство. Мебельное производство? Ммм, это здорово. А вы, если встретите, не дай бог, конечно, но тоже оставите ей квартиру. Да, моя позиция мужчина честный человек, ой, сильный человек, женщина слабый человек. Хорошо, Миша, я все поняла, какая вам женщина нужна. Будем стараться такую сегодня подыскать вам, Роза. А редкая, на самом деле, птица-то у нас сегодня, прям с такой хорошей позиции, вот прям бальзам на душу. Интересный мужчина, интересный. Честно. Ну, мне он симпатизирует. Мне тоже он симпатизирует. Серьезный мужчина, с серьезными намерениями. Как астролог могу сказать, есть два момента. Ну, во-первых, Михаил Лев, это говорит о том, что человек с чувством собственного достоинства, и человек действительно щедрый, сильный, любит внимание, любит похвалу. Другой момент. Луна в Скорпионе говорит о том, что вот при первом контакте и еще Марс с Водолеей, человек может быть не очень терпеливый. И при первом знакомстве он очень осторожно может относиться к окружающим, не доверяет, может быть обидчив. Что касается женщины, самое главное, чтобы она вас любила, чтобы она вас кормила, чтобы она с вами занималась любовью, чтобы она интересовалась вашей жизнью. Мне кажется, он бы тебе подошел здесь, то есть он такой, ну, со всех параметров, насколько я тебя знаю, он бы тебе подошел. Михаил, скажите, пожалуйста, вы предупреждаете, что у вас скверный характер, а в чем он проявляется? Ой, я могу обидеть, даже не подозревая об этом, словом. Но вы же не зверушка, вы же можете контролировать. Правильно, поэтому я с этим и борюсь, с этим и глупостями. А свой адрес, критику, как воспринимаете? Крайне негативно, само собой, с одной стороны, это было в прошлом, сейчас я ее стараюсь воспринимать конструктивно. То есть, если она адекватная, и она имеет под собой основания, то тогда я пытаюсь сделать выводы. Если действительно у вас сложится с девушкой какой-то, и у вас появится любовь, возникнет, то Михаил может жениться только после того, как девушка забеременеет. На фоне того, что я уже к этому готова, в принципе, можно пересмотреть свои приоритеты. Встречайте, невеста. Здравствуйте, Михаил. Я знаю, что вы любите ярких людей. У меня тоже скверный характер, и я надеюсь, нам будет интересно познакомиться. Очень приятно. Спасибо. Потрясающе, Владимир. Благодарю вас. Спасибо. Татьяна, 30 лет. В прошлом радиоведущая. Сейчас в поисках работы. Свободное время рисует на футболках. Мечтает много путешествовать и получать за это деньги. Гордится своими кудрявыми волосами. Признается, что никогда не причесывается и всегда улыбается в метро. Будущая свекровь слишком конкретно объяснила Татьяне, почему она недостойна стать женой ее сына. Надеется, что семья Михаила примет ее со всеми недостатками. Да, ну, конечно, Жень Вик при первой встрече у меня скверный характер. Я думаю, что тебе будет со мной интересно. Расшифруйте, пожалуйста. А в чем скверность вашего характера заключается? Вы знаете, я очень люблю быть искренней. И я не всегда подстраиваюсь под мнение мужчины. Я могу сказать, о чем я думаю. Я могу высказать свое мнение. Я думаю... Вы знаете, что у вас есть собственная я? При чем здесь характер? Я надеюсь, что вы правы. Да, скверный – это когда склочница, сплетница, нечиста на руку, жадная. Михаил говорил, что у него скверный характер. Ну, он мужчина, он многое может о себе говорить. Факты говорят совершенно другое. Он не оставлял женщин, так сказать, в беде. Он женился, растил детей, потом что-то не складывалось, он все оставлял. То есть он говорит одно, но о поступке его характеризует совершенно как наипорядочнейшего человека. Давайте хорошо про вас. Вы никогда, правда, не причесываетесь? Я не расчесываю волосы, потому что у меня есть собственный способ укладывания кудрявых волос. Кудри требуют особого мытья головы. Нет, ну там очень сложно расчесать. Они еще хуже становятся, потом ломки. Но сейчас столько средств. А так скатались вместо шапки, да? А чем вы не устраивали потенциальную свекровь? Она говорила мне, что девушка, женщина должна быть высокой, у нее должны быть формы в определенных местах, у нее должны быть очень пухлые губы. И она говорила, что круглое лицо – это некрасиво. А сама она соответствовала этим параметрам? Она очень красивая женщина. Ну, вы бы сказали, ну не всем дано, послушайте, ну я могу губы там себе надуть, но я возраст никак не могу свой увеличить, овал лица тоже не могу извинить, ну к старости подсохну. Ну что-то такое. Нет, с улыбкой не могли я сказать? Да, мы разговаривали об этом, и я говорила, что даже если с помощью хирургии, либо с помощью усилий моральных, физических, с помощью спортзала я изменюсь, но я уже больше никогда не вырасту. Ну и сын к ее вот этим монологам, ваш адрес, как относился? Он сам был похож на маму, красавчик? Он красавец, да. Да. Ну если он вас любил, значит он любил вас за что-то. Он любил меня за характер, пожалуй. Ну хорошо. И он не мог с мамой поговорить, что это обидно, ну просто обидно. А просто это всегда было в форме шутки. Ну может быть она шутила, чтобы вас как-то подтолкнуть, заняться собой. У нее были претензии к вашему весу, да? Да. Ну да, можно было заняться собой. Вот мой муж глупый человек, он усыпил во мне бдительность, он говорил, что любую меня любит. Я стала любой, такой, что на себя в зеркало не могу смотреть. Понимаете, поэтому нужно говорить, нет, я бы хотела, чтобы ты похудела, там бла-бла-бла. А вы примерно расскажите, когда она вам майку-то поднимала. Да, у нас была история, когда мы были вместе с друзьями, и зашел разговор о весе. Так вот, при друзьях просто мне была задрана вот так майка, и практически дословно была сказана фраза, Таня в ленинградский мюзик-холл не брали больше 52 килограмм веса. Ну вы туда и не ходили на кастинг, вам и не нужен был. Тогда я и передумала. Можно, представьте, пожалуйста. Вы с тех пор похудели? Да. На сколько килограммов? Я думаю, что на 3. Ну это ни о чем, вы абсолютно не толстая. У вас не такая тоненькая пуха, не такая другая. Ну значит, свекровь на 3 стимулировала. 3 килограмма значимого нет. А где ваш мужчина в это время, когда она вам задирала майки, она просто вела себя как хулиганка? Просто мама у него одна, и я думаю, что ему было сложно находиться между мной и между мамой, и он сводил это все в шутку. То есть здесь не было какой-то острой ситуации. А вы с ней никогда не говорили один на один? Да. Ну, в общем-то, это неприятно. Танечка, а вы в качестве кого вообще были-то, я что-то не пойму никак? Пожалуй, в качестве девушки. В качестве будущей жены. Он прямо представлял маме, говорит, мама, познакомься, Танечка моя невеста. Да. Мой сын встречается с девочкой 5 лет. Она приходит ко мне в дом. Я ее обожаю, Аньку. Обожаю. И даже если Георгий что-то там начинает сеть, я ее всегда прячу. Она маленькая и хрупкая девочка. А я большая и взрослая женщина. Как я могу? Мой сын ее любит. Мой сын любит, какая бы она ни была. Я, конечно, как женщина дальняя, я все вижу, но я ее защищаю. Это хорошо бы, если бы все мамы так реагировали. Давайте дальше. Мужчина был намного вас старше. Не намного, но 14 лет. Это намного. Это не намного. Она жила за границей, я знаю, в Европе. И однажды ей стало плохо, там какие-то были проблемы. Почему она вызвала сына? Нет, она просто попросила его приехать, и ей нужна была помощь. Вас она не пригласила? Нет, она меня не пригласила. А к тому моменту сколько вы уже вместе с ним были? Я думаю, около 5 лет. И ваш мужчина вернулся через какое-то время? Когда он вернулся, мы уже расстались. Были не пары. Я уже приняла решение, потому что в определенный момент я поняла, что есть ситуации, в которых нужно сохранять отношения, есть ситуации, в которых нужно идти навстречу, есть ситуации, в которых нужно идти на компромисс. Но только не дело было в его маме. Нет, нет, нет. К тому моменту, вы понимаете, когда ты 5 лет находишься в отношениях, это сложно работать в отношениях. А это говорит о том, что нет определенной всей характера. И мне кажется, я смотрю, она вообще не заинтересовала. Скажите, вам нравится Михаил? Пока не знаю. Он приблизительно того же возраста, что и ваш прошлый возлюбленный. Вы знаете, они совсем не похожи. Но мы же даже не разговаривали еще пока. А вы поговорите? Можем поговорить. Михаил, я хотела бы спросить, что для вас важнее? Восприятие интуитивное, либо вы логик? И то, и другое. А когда вы последний раз на концерте были? На концерте я последний раз был, наверное, в прошлом году. А какие билеты вы покупаете? Вы знаете, ну вы же обеспеченный человек. Какие вы покупаете билеты? Вот есть билеты в фан-зону, есть билеты в вип-зону. А почему вы решили, что я прям обеспеченный человек? Это важно? В свою очередь вопрос. А почему вы не ответили на мой вопрос? А подождите, мне интересно. Нет, это первое. Фан-зону на концерт Чайковского? Хотел бы я посмотреть эту фан-зону. Ну-ну. А я имела в виду сейчас рок-концерт, честно говоря. Я отвечу на ваш вопрос по поводу обеспеченности. То, что вы об этом сказали, значит для меня, что это важно для вас. Именно поэтому я обозначила этот пункт, когда задавала вам вопрос. Для меня важно, чтобы для вас это было не важно. Прекрасно. Покажите, пожалуйста, сюрприз. Михаил, жизнь — это игра. И я сейчас хотела бы попробовать поиграть по правилам внезапным. Мы бы хотели попросить Розу раздать нам карты. И я предлагаю вам сыграть на скелет в шкафу. Если вы выигрываете, я рассказываю о своем скелете. Если я выигрываю, рассказываете вы. Смотри, какая. А играть мы будем в русскую народную игру. Дурачка. На букву «Д» начинается. На, заканчивается. Все? Я не знаю, Роза. Я же не в курсе, какую игру мы играем. Может и все. У нас по шесть должно быть. У меня пять. Мы в дурака? Да, мы в дурака играем. А, класс. У тебя сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. У меня все. Так, и нам теперь козырь. Козырь? Отлично. Кто карты мешал? Кто карты сдавал? Кто-нибудь карты мешал? Я сдавала! Я сдавала! Я сдавала! Что это такое? Я сдавала. У меня одни козыри. Дурить, дурить, кто сидел. Так. Я думаю, что мне есть чем ответить вам. Прекрасно. Вита. Отлично. Мой следующий год. Решающий момент. Окей. Безобразие. У вас точно остались козыри? Чуть-чуть меньше. Ну и что? И что теперь? Раздеваться будет? Рассказывайте, Михаил. Скелет в шкафу? Да. Господи, какой же у меня скелет в шкафу-то? Дети какие-нибудь небрачные. Нет, нет детей в небрачных. Просто даже не знаю, какой же скелет в шкафу. Носки разбрасываете? Носки я разбрасываю, рубашки по цветам раскладываю, сорочки, не рубашки. А готовить умеете? Тогда расскажите, кого вы обидели. А, хотите? Я сейчас просто выскелет сразу расскажу. Но он неприличный. Когда я в туалет хожу, мне важно, чтобы вода журчала. Это глухость. Причем с первого вообще. Они только познакомились, еще даже не познакомились. Дорогая моя, забирайте свою прекрасную подружку и приходите в комнату. Рассказывайте впечатления о Татьяне. Сильная женщина. С ней будет непросто. Ну, наверное, это краткое резюме такое. В ваш тип? Нет, однозначно нет. Что нет, что не понравилось? Ну, мне кажется, у нее уже есть некий накопленный негативный опыт. И человек говорит, разговаривает даже с вами с позиции начальника. Если вдруг вы заметили или нет. Я нет. Ну, мне так показалось. Вообще несложно проигрывать и сложно говорить об этом. А мне показалось, что она ранимая, что это была ее защита. И я очень, несколько раз увидела в глазах ее растерянность. И она нуждалась в моей поддержке. Возможно, она смотрела на вас, я это не видел. Это пагубное влияние шоу-бизнеса. Ведущий, неведущий. Вот она и нахваталась бы. Занималась бы лучше, в бухгалтерии бы сидела где-нибудь или в школе бы работала. Была бы мягче, женственнее. А почему ты в этом бизнесе? Почему ты не сидишь в бухгалтерии? А я старая в этот бизнес пришла, понимаешь? Старая. И меня уже ничего не берет. А когда молодые девчонки приходят, их ломают там, скручивают. И правильно ты сказала, защита? Не представляешь меня, бухгалтерии. Не представляю. Занимаюсь тем, чем занимаешься. Желатель рождается с определенным характером и выбирает себе профессию. Ту, которую он хочет. И действительно правильно Михаил подметил, что она активная, она деловая, она практичная, она экономная, она рачительная, она настойчивая. Она любит, чтобы было по ее. Она лев по знаку зодиака. Конечно, ей хотелось понравиться. Но другой момент, что Михаилу нужна совершенно другая женщина. Ему нужна мягкая, сексуальная, женственная, хорошо выглядящая. Секса я не увидел. Это неправда. Встречайте невесту. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Меня зовут Ириана. Я профессионально занимаюсь рестораном, ресторанной индустрии. Теперь я знаю, кому обратиться за мебелью. Очень приятно. Добрый вечер. Рад познакомиться. Пойдемте. Лиана, 34 года. Ресторатор. Гордится тем, что работает с 12 лет. Мечтает открыть сеть семейных кафе. Признается, что принимает душ под музыку и спит с включенным телевизором. Предупреждает, что возлюбленный должен смириться с ее зажигательным темпераментом. Супруг постоянно упрекал Лиану в том, что она не может иметь детей. А когда наступила долгожданная беременность, собрал вещи и ушел. Откуда такое психотическое имя? Ну, не знаю. Это, скорее всего, больше надо спросить у моего отца. Откуда он его взял? Лиана очень милая. Мне кажется, она практичная, но очень милая такая. Что за надобность была работать с 12 лет? Ну, это не было, как бы, особой надобности. Я просто поняла, что, в принципе, зачем мне просить, если я могу сама получить. И, как бы, так получилось, что я устроилась помощником официанта. Помогала девочкам. Ну, они, соответственно, давали мне какие-то... Скажите мне, пожалуйста, если моей дочке захочется самостоятельности и своих денег, ей 14 лет, и она скажет, что я пойду работать в ресторан, я найду, чем ей ее занять в эти годы. Но если только у вас родители не были больны, вы не нуждались... Нет, с первой точки зрения, я всегда была самостоятельна. Леночка, в 12 лет ребенок не может говорить, я всегда, я хочу. Потому что есть родители, которые говорят, ты ребенок, а судьба ребенка такая, твоя работа – это учеба. Учись, твои отметки, спорт, танцы, живопись, скрипка, все что угодно. Но не ресторан. Еще раз говорю, если только ваши родители не нуждались, мама не болела, и вы вынуждены были пойти. Нет, у меня никто. Я довольно-таки нормальной семьи, и родители категорически были против. Поначалу все это происходило тайком. Я училась хорошо. Я закончила школу с золотой медалью, поэтому у меня как-то не могло возникнуть в голове у родителей о том, что я куда-то могу пойти работать. Это никакому уму не постижимо, 12-летняя девочка в ресторане. Да. Два-три часа – это, в принципе, было нормально. То, что я работала, как бы... А что делаешь? Что в ваши обязанности входило? Вообще, по большому счету, это, наверное, наблюдать, смотреть. Меня ни к чему допускать не могли. Что вы могли наблюдать в ресторане в 12 лет? Я могла. Ну, например, самое интересное занятие было – это натирать приборы. Узнавать бокалы. Там вот это вот все расставлять их, готовить. Тогда, ну, в принципе, это получалось... Официант всегда был на чае, и получалось какой-то определенный процент чая. Это было не в Москве? Это Москва, но у нас же было это Люберецкий район. Таня, ты когда-нибудь думала о работе официанткой? Мне кажется, это очень сложно, серьезно. Что вы после школы? Вы куда-то поступали? После школы, да, я попыталась поступить в высшую школу милиции. Как бы я не прошла, мне не хватило один балл. И мне сказали, попробуйте поступить еще раз на следующий год. Я очень сильно обиделась, потому что я хотела именно в этот год, именно тогда. Ну, классная женщина. Она точно не мягкая, точно не домохозяйка. А что с мужчинами? С мужчинами? С мужчинами все было интересно. Ранний брак. У меня очень рано первый брак случился. Я думала, что я получу какую-то самостоятельность своего рода. Я ее не получила и разочаровалась. Вам было плохо в семье? Нет. У меня замечательная семья. У меня потрясающая семья. Леан, да если замечательная семья, палкой не выгнать из дома девочку. Это мое решение. А второй муж? Что было не так? Когда мы начали встречаться, у меня пошла и карьера в гору, у меня и меня поставили в управление. И, в принципе, как бы это хорошо было. Чтобы человек особо какой-то капитал приносил, не было такого. Чтобы он вносил какую-то дополнительную лепту в семью, нет. Все время случались, наоборот, какие-то проблемы. Либо поставщики кинули, надо денег срочно дать, либо котлован разрушился, надо срочно денег дать. А он востроительством занимался, что ли? Про раб. Озвучивал как? Говорил, что уезжает в командировки. Говорил, что вахтовым методом. 15-15. В принципе, на тот момент... Только приезжал без денег, без всего, и все время рассказывал, что он кому-то там спасал, кому-то заплатил. Да, что там бандиты наехали. А как узнали, что у него другие женщины? Это уже потом случилось. СМС-ка прочитали или в сетях узнали? Это уже в сетях. Это уже, когда уже случился 2009 год, когда, в принципе, у нас произошло крушение всего. Я потеряла в одной части практически все. Я осталась без работы, без денег, без машины, без квартир, без всего. Но я узнаю, что я в положении. И как бы так получилось, что я человеку озвучиваю о том, что как бы вот... Что-то есть, да. Что-то будет хорошее. Из этого есть что-то хорошее. Значит, все что-то будет. Я говорю, беременную женщину Бог не оставит. И кормящую тоже. Вот. Ну, у человека, наверное, были планы другие на свою жизнь. Он понял, что он мне сказал однозначно, что он не готов быть папой. Что он еще сам не нагулялся. Что он не созрел и не хочет. И развод произошел очень быстро. Вы ему сказали, чао, малышка. Наша встреча была вспышка, да? Да, я ему сказала, чао, бомбина, сори, и все. И мне даже... мне нельзя было ни нервничать, ни переживать. Леонечка, а сколько сейчас ребенку? Пять лет. Девочка? Нет, у меня сын. То есть он хотел ребенка? Он хотел, а когда появился, он уже не хотел. Уже не готов. Передумал. Вот смотрите, перед вами сидит Михаил. У вас очень хорошая разница в возрасте, девять лет. Мне очень не позиционирует Михаил. Мне нравится. О том, что говорили о чертах его характера, мне очень подходит. В принципе, я себе для жизни еще человека более, можно его так назвать, партнер. Ну, я, например, не встречала счастливых браков, когда женщина карьеристка, значит, сто процентов у него любовница. Просто жена об этом не знает. А у вас один ресторан или сеть? Нет, у меня пока два. Это ваша собственность или... А на кого вы оставите эти рестораны, если вы пробуете? А куда она собралась? Они вполне живут самостоятельно. Нет, ну не рассказывайте про самостоятельность. Пока ты в ресторане находишься, ресторан будет функционировать. Как только хозяин уходит на день, все. Ну, я про муж говорю. Я думаю, можно все придумать, организовать, как-то решить. А мужа возьмете в свой бизнес, если все сложите? Если ему будет интересно, я, в принципе, готова отдать. Я поняла, что я готова. Не рекомендую. Послушайте, вы с таким трудом всего добивались. Это такие нервы. Это два самых тяжелых бизнеса. Ресторанный и гостиничный. Да, там надо выходить. Тяжело было. Очень. Ну ничего, хорошая практика в жизни. Ну, то есть будет хватать и на мальчишку. А еще детей хотите? Я хочу девочку. Отдать бразды правления, видишь, готового. Послушайте, мы с таким... А вот Михаил Хмельнов. Типа, да-да-да. Он не поверит. Он ей не поверит. Покажите сюрприз. Да. Я попрошу вас. Можно, Михаил, пройти со мной? Давайте. По старой русской традиции, да, есть такое... Жених и невеста должны укусить каравай. Чтобы определить, кто из них будет главнее в доме. Можно так поиграть немножко? Ну, можно поиграть. Типа в свадьбу, что ли, поиграете? Типа в каравай. Ну, вообще-то это во время свадьбы делается. Другая примета. Ну, ладно, тебя не пугай. Ну, что-нибудь, я правду говорю. О, по терапии. Они сразу же здесь живут. Ну, несомненно, я даже не сомневалась, это будете вы. Как же это определяется? Размер. Размер. Кусочка. Спасибо, девчонки. Проходите в свою комнату. Хорошая девчонка. Вы все эти... Жадная, это жадноватая только. Люберецкая девчонка. В ресторане работать могла бы поля накрыть бы нам. Конечно, много немножко сочинений на тему «Я и моя жизнь». Но, в принципе, в 34 года два ресторана – тяжеленный бизнес. Пацан, конечно, думаю, все было не так сладко, и настрадалась, и намучилась. Вам понравилось? Интересная девушка. За пять минут меньше невозможно все рассказать. Вот так, тем более волнует. Леана Солнцев-Тельцелуна в Казироге. Ну, в первую очередь, это человек достаточно жесткий. Это человек деловой. Это человек прагматичный. Это самое главное качество. Мужчина нужен тоже практичный. Человек, который зарабатывает деньги. Который обеспечивает, строит дом. Да что ты. Ну, тут она не права. Абсолютно. Давай поженимся в вашем мобильном. Наберите 0736. Роза и Лидия дадут вам совет в любое время. А пока реклама. Значит, у вас есть два бонуса. Свидание наедине. Давайте свидание начать сейчас разобраться. Ну, тут проходите тогда. А вы цветочки заодно. Лидия, подай я цветочки. А то невеста забыла. Благодарю. Давайте разговаривать. Я выбрал этот бонус. Вы забыли букет. Спасибо. Что в детстве это было? Так у меня в детстве все хорошо было. Не знаю. Девушка вот там настаиваешь. Они абсолютно не правы. У меня в детстве было все хорошо. Конечно, она про себя все придумала. Много. С 12 лет люберецкая девчонка, чтобы просто так пошла. Ей очень сложно приходить. Конечно, выгораживает своих родителей. Да. Мама там, мама. Да, выгораживает. А вот на сайте двоеточка-тв все честные. Я просто знаю, как женщинам трудно. Мне всегда их так жалко. Мне нравится, что она самостоятельная. Она понимает, что пацан, что ей тянуть родители. Вот она пашет с утра до ночи. А за последнее просто время, когда сталкиваешься одна в интересном положении, и когда ты понимаешь реально, что надо что-то делать, что-то надо барактаться, как-то выплывать, куда мягкость бьется, она потихонечку, она уходит. Но я не хочу сказать, что у меня ее нет. Она просто, она скрыта, она неизрасходована. И она очень глубоко. Знаете, как говорят, сильный человек способен ждать свое. Своё, когда оно будет своё. Правильно? Так вот, я считаю, что я, наверное, настолько сильна, что готова ждать. Что ты вздыхаешь? Не у всех матери работают в телевизоре с вахами. А я до этого полы в метро не мыла. И, извините, бэбиситром не работала. У хозяйской, как говорится, дитя, чтобы Ксюшку молоком напоить. Это не было у меня. Я не знала. А колымила я, извините, на таксистской работала. Это я прям проснулась знаменитое. Правда? А я думала, тебе прямо, знаешь, что там... Ага, прям пришло оно. Чтобы белые стелили, бриллианты дали. Угу. Застелились просто-напросто. От жиру прямо у меня, знаешь, это всё лоснится. Чтобы молока не покупать в магазине, я грудью кормила до 6 лет. Понимаешь? Зато ни диатезы, ни простуда не было. Это не от хорошей жизни. Вся эта тема. В принципе, у меня у вас всё понятно. Всё понятно? Хорошо. Я вижу. Окей. Ну, как сказать, ну не всё. Просто иногда бывают такие вот вопросы, ну, когда люди разговаривают, например, вдвоём. Ну, и всё так сразу расскажут, как... Так, когда вот... Ну, да. Ну, когда камера и всё. В принципе, я вас чувствую, я поняла характер. Угу. Хорошо. Ну, окей, тогда у меня, собственно, вопросов больше нет. Иногда не слушайте. Самое главное, я уже понял. Нет проблем в детстве, нет проблем ничего. Просто в детстве я, наверное, переселила свои возможности. Сейчас, может быть, я их недопонимаю. Или, наоборот, уже устала. Выходи, сынок. Вы ошиблись. Всё не так, всё по-другому. Расскажите, как интересно. Всё хорошо было в детстве. Было жёстко и непросто. То есть, вы всё-таки то же самое выясняли, что и Якова зануда. Не о чем было поговорить больше? Нет. Что ещё узнали? Это был главный вопрос. Меня ни о чём не спрашивали, к сожалению. На самом деле, такие вещи... Ну, безе его, конечно, цепили. Да. Ну, чё, несчастные родители или что-то ещё такое. А ты попробуй меня остановить. У вас есть ещё одна невеста. Проходите и знакомьтесь. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Меня зовут Ирида. Я увидела у вас много общего со мной, поэтому я хотелось бы с вами поближе познакомиться. Очень приятно. Добрый вечер. Аксессуары у вас классные. Спасибо. Ирида. 27 лет. Декоратор. В свободное время занимается благотворительностью и проводит мастер-классы. Мечтает взять ребёнка из детского дома. Признаётся, что любит танцевать на месте и может за день съесть целый торт. После четырёх лет воздержания врачи посоветовали Ириде найти мужчину для здоровья. Надеется, что Михаил сделает её счастливой во всех отношениях. Иридочка, тоже какое интересное имя. Да, и это переводится греческая богиня Радуги. Вы гречанка? Я, нет, я не гречанка. Я русская. Но я думаю, что эта девушка больше всего подходит. Скажите, а откуда вообще взялась эта идея «Обед безбрачия» в четыре года воздержания? Что это такое? Как вас не разрывало на мелкие куски? Ну, не разрывало на самом деле на мелкие куски. Просто это была сложная любовь до этого, да. Были большие, ну, такие эмоции, которые... Ну, сложный был разрыв. Вы узнали, что он вам изменяет буквально с первых дней? Ну, не совсем, не совсем. Я узнала об этом позже. Я знала об этом в процессе, да. То есть у нас первые восемь месяцев были прекрасные отношения. Были, ну, волшебные отношения, которые прям вдохновляли. Когда первый раз узнали бы его измене? Почему не ушли? Я очень часто в командировки уезжаю. И я узнала об этом после. То есть уже после третьей командировки я узнала, что есть еще кто-то, кроме меня. И, ну, не ушла, потому что любила очень сильно. Но это же грязь. Ну, я понимала, что это, ну, мое, из-за меня так происходит. То, что я не уделяю максимум внимания мужчине. Ну, вы понимаете, что это глупость? Даже если бы вы были рядом, он бы нашел. Если мужчина хочет найти грязь, он ее найдет. Ну, в основном... Посмотрите, меня что в вашей истории больше всего поразило? Когда вы узнали, что он встречается все эти годы с вашей подругой близкой, что она его постоянная любовница. С лучшей подругой, да. Но я узнала об этом совсем недавно, на самом деле. А с одной из любовниц вы даже встретились? Не с одной. Я встречалась со многими, чтобы узнать, кто они, как они. Ну, чтобы увидеть, что... Чем они лучше вас? Ну, да. Что его в них заинтересовало. Бедная девочка. То есть, если вы видели, что ваши соперницы носят красивые платья, вы пытались... Да, я тоже начинала сразу красивые платья, да. Скажите, кто вас в эти моменты поддерживал? Где была ваша мама, старшая подруга? Родителям я не рассказывала об этих отношениях. То есть, что у нас там происходит, не знал никто. Ну, близкой подруги какой-то. Близкая подруга как раз была любовница. Детка. Милая девочка. Ужас. Ну, это ужасно. Ирида очень мягкая девушка. Я уверена, что она в семье очень податлива. И чем закончилась вся эта жуткая история? Ну, закончилась тем, что я не смогла больше... Сейчас, секунду. Ничего страшного. Вы живой человек. Плачете. Вы понимаете, что вы реальная красавица? Что у вас редчайший женский тип. Вот такой... Абсолютно скандинавка. Редкий цвет глаз. Большие просто озера. Вот такие светлые, раскосые глаза. У вас породистые овалы лица. Очень узкие. Вы великолепно слышены. Вы реальная красавица. Правда. Спасибо. А мама с папой не говорили, что вы красотка? Ну, как-то говорили, конечно же. Конечно же, нет. Конечно же, говорили. Судя по вашему ответу. Ну, просто сложные отношения с мужчинами строились. Сначала, изначально. А мужчины коврики не любят. Они коврики используют по назначению. Если вы стелитесь, об вас будут вытирать ноги. Другого варианта просто не существует. Если вы зарабатываете, муж будет лежать на диване. Понимаете? Ну, так в природе все устроено. Здесь дыра, поэтому рядом будет какая-то возвышенность. Ну, да. Ну, вот отношения закончились тем, что я просто уехала в другой город. И в течение четырех лет у вас не было ни одного мужчины, потому что вы хранили верность. Надеялись на то, что он к вам вернется или что? Нет, нет. Я не хотела. Или отбил охоту вообще на долгие годы? Скорее, больше отбил охоту, потому что не хотелось опять, ну, чтобы вот эта боль возникла. Но впоследствии у меня появился хороший мужчина, который как раз-таки и сделал так, чтобы я расцвела. И что? Где он? К сожалению... Или у него была только одна задача – распустить вас цветочек? Ну, видимо, так и было. Потому что, к сожалению, его родители меня не выбрали. А почему должны были его родители вас выбирать? Да, и он очень сильно влиял. Ну, то есть родители сильно влияли на его выбор. Человек-вдовец. У него есть уже ребенок. И родители еще тогда, когда жена у него умерла при родах, и когда жена уже умерла, они подыскали ему жену. И они, в принципе, ему не давали возможности встречаться. А сколько старше он у вас был? Он был... А он что, был колясочник, инвалид? Колясочник, что они ему запрещали? А как взрослому мужику можно запретить? Ну, у них такие отношения родственные были, то, что у них там, допустим, родители... Нет, а почему конкретно мне тем не понравились? Они даже не захотели со мной знакомиться. У них уже есть персонаж, которого они выбрали. Тут самое опасное понять, это стереотип игра или на самом деле так? Ей это комфортно, ее устраивает. Видишь, ее все жалеют. Вы подруга Елена старше, да, судя по всему? Да, да. А вы как считаете, и вы, Николай, друг, в чем проблема, Ирида? Я считаю, что человек не ценит себя. Вот человек не видит в себе вот эту вот... Правильно. ...искру и вот эту вот уникальность, которая в ней есть. Да. Я уже на протяжении многих лет ей об этом говорю. Нет, но если ее забивали и долбили мужчины с юности, вытирали ноги, а она терпела, унижала, изменяла, она терпела, она не знает, что мужчина, в принципе, создан для наслаждения и для счастья. Мужчина больше ни для чего не нужен. Если у тебя есть руки, ноги, голова, ты здоровая работаешь и зарабатываешь себе на помаду и на браслетике, то остальное от мужчин нужно брать только удовольствие. Вот и все. И при этом нужно, конечно, уважать себя. Я считаю так. Мужчины приходят, уходят, остаются, самооценка всегда должна быть с тобой. Ирина, а вас не смущает возраст жениха? Возраст не смущает, нет. Нет, ну то, что, допустим, через 10 лет вам будет 37, а ему... Ну, 37 тоже не 16. И при теперешнем-то дефиците нормальных мужчин. Пусть не смущает. Действительно, меня не смущает. Он клевый, поверьте мне, у меня чуйка на мужчин. Просто я их считываю, мне даже смотреть в эту сторону не надо. Боритесь. А вы за Ириду боритесь. Редкая птица на нашей программе. Покажете сюрприз? Да, конечно. Могу я вас пригласить, Михаил? Да. Пригласить сюда. Это сосуд нашей наполненной жизни. Я предлагаю наполнить этот сосуд всеми дарами, что у нас есть. Допустим, вот этот песочек, красный песочек, допустим, это будет символизировать любовь. Желтый песочек будет символизировать финансовое благополучие. Серый песочек будет символизировать хорошую родословную детей плодовитость. А белое – это счастье в... Мало песочка серого. А, надо больше детей? Нет. Ну, это же родословная слабая. Ну-ну. Ну, оно же сложится. Так. А белое – это счастье. Угу. Счастье, которое мы... Каждое у нас в жизни произойдет. Возможно, совместное. Так. А серое – такой бежевый цвет. Это отдых? Отдых. Конечно. Отдых путешествия. Песок бежевый. Да? А мы не понимаем. Ну, это ваша жизнь. Вы ее рас... Это ваш колор, и вы раскрашиваете свою жизнь. Отдых. Вы чем хотите наполнить свою жизнь? Отдых обязательно дорожит жизни. А как же? Нельзя же 24 сосудки работать. Так. Что будем делать? Да. Я предлагаю совместно наполнить этот сосуд. Так. Что выберете? Я выберу любовь. А, что первое? Ну, да, конечно. Для любви основа, да. Добавим счастья. Что у нас тут еще? Отдых. Ну, пусть будет отдых и родословное. Все одновременно. А деньги будут потом? Ну, потом и деньги. Хотя без них никуда не деться, пусть они здесь будут тоже. А что это вы любви мало положили? А мы добавим сейчас. Сверху. Я предлагаю это вам сохранить у себя, как символ на полностью. Благодарю. Спасибо. Проходите в комнате со своими друзьями. Проходите. АПЛОДИСМЕНТЫ Как получилось? Красотка. Ты молодец. Ты вообще просто блистала там. Давай послушаем, что про тебя говорят. Она вам понравилась? Интересная девушка, симпатичная, хороший характер. Вот. Но мне кажется, ей нужно все-таки... Ей нужна реанимация в виде хорошего мужчины. Ей нужно просто подождать. У нее все само собой случится. Нет, ей 27 лет. Ей нужна обязательно мужчина, который ей покажет, что такое настоящее взаимоотношение. Моя мама про таких, как Ирида говорит, родила мать, да не облизала. Понимаете, вот она не облизанная. Нет, она хорошая девушка, но мне кажется, она... Хорошая девочка, но совершенно про себя ничего не понимает. Готова? Не знаю. Готова. В 27 лет рано быстро заживают любовные. Поверьте мне, она уже свое отстрадала. 4 года большой срок. Я в этом абсолютно уверена. Да, все сказала тебе, как и есть. У меня такое ощущение, что она тебя прям за душу потрогала. Только мужчина не приходит на одинокую женщину, он приходит на очередь. И женщина, которая востребована и знает себе цену, она по-другому себя ведет. Да, она не знает себе цену. Да, но для меня гораздо приятнее Ирида, красавица, которая не знает себе цену, чем какая-нибудь рядом никакая переоценивавшая себя. Который сидишь и думаешь, боже, ну с чего вдруг у тебя такой взгляд? С чего вдруг такое по отношению к мужчинам? Поэтому для меня вот... Ой, вы мне, кажется, сделаете большую ошибку. Это яркий представитель знака Льва. И, конечно, вот Венера тоже в этом знаке говорит о том, что такие люди огненного знака очень тяжело переживают предательство. Но вот Юпитер спасает огненный Юпитер в знаке Овна, что все-таки она должна поверить в себя, и все-таки она должна быть более уверенной в себе. И тогда только она может перешагнуть через себя и найти себе достойного мужчину. Мне кажется, уже у тебя отболело. Осторожно. Ну, отболело, конечно. Ты уже готова к семье, ты уже готова к детям. Чего-то он не разглядел в тебе. У вас остался один бонус. Традиция. И что это значит? Мы сейчас узнаем. Ирида, придите к нам. У меня традиция в семье, что мужчина готовит мясо. Потому что лучшее, что может сделать мужчина, это приготовить мясо. Ну, женщины не понимают настолько, насколько это вкусно, и как это лучше приготовить. И поэтому я предлагаю вам порезать это удивительное мясо. А кто готовил? Ну, это на самом деле купленное. Просто свежее мясо я не смогла принести. Что ж ты вы все рассказываешь-то, деточка? А вот тут фантазию надо включать. Ну, не надо отвечать на все вопросы, мой хороший. Не надо врать по мелочам, тем более это отвратительно. Ну, а почему она врать-то сразу? Она прям всю подноготную. Молодец. Ну, привыкла быть истиной. Давайте порежем ног. Если говорить о мясе, то с мясом я полностью согласен, что именно мужчина может готовить. Но брать надо сырое. Обязательно мясо. Ну, она позаботилась просто о Михаиле. Сырое мясо сейчас бы... Что он не испачкался. Сейчас бы он весь испачкался, конечно. А вы так крупно режете. А я не употребляю мясо. А что тонко-то резать-то? Вы вегетарианка? Да. Давно? Ну, давно. Роза, вы любите мясо с кровью или без? Нет, а мне поменьше прямо вот. Мне кажется, вы с кровью любите. И с кровью тоже. Давай, поменьше, поменьше. Вот, смотри. Та невеста не накрыла поляну, она же накрыла. Приятного аппетита, Роза. Спасибо. Да, приятного аппетита. И вам не понравилось. Очень обидно выслушать. Проходите к себе. Благодарю. Может быть, кусочек? А, ну да, вы вегетарианка. Я не вегетарианка, я просто не... Ну, как-то хлеб люблю. Ирина, тебе понравился Михаил? Михаил очень хороший, да, мне понравился. Мне понравились Ириана и Ирина. Они абсолютно разные, но... Мне кажется, из ту, из другую у вас могло сложиться. Ириана совершенно самостоятельная женщина. Вам не нужно будет в нее вкладываться. Она уже все знает. С такими женщинами легко. Вам не нужно ее тащить. Учить, образовывать, показывать, рассказывать. И она вас будет просто любить. Все остальное есть. И это прекрасно. И у Ирины, представляете, сколько любви собралось в организме, и как она ее вам может просто отдать. Это тоже, мне кажется, здорово. Готова ли ты за ним выйти? Если вдруг он сейчас зайдет в эту дверь. Я еще пока даже не знаю. Но мне кажется, он не выберет меня. А ты, Роза, что думаешь? А Ирида. Но к ней можно только, может быть, ей там помочь профессионально. В общем-то. Но никак не в любовь. А что звезды? Если говорить астрологически, то, конечно, идеальной совместимости нет. Но больше из трех невест вам подходит Лиана. Лиан, какие впечатления? Как он тебе? Ну, человек интересный. Человек неординарный. Выбирайте сердце. Мы вас в любом случае поддержим. Проходите. Выражайте симпатию нашим будущим героям. Отправляйте свои отклики с их номерами на сайт Первого канала. Меня зовут Юля, мне 21 год. Я студентка, будущий специалист по микроэлектронике. Ищу свою вторую половинку искреннего, надежного, доброго. Если я вам симпатична. Давайте поддержим Михаила. Сегодня у нас нет пары. Если вы тоже одиноки или вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, пишите на сайт Первого канала. А я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, сожжаемся. Удачи. Ей буквально секундное замешательство. Я не справилась с управлением, вы видите, она с лишним полосом. Я знаю, что мама вас, как вам кажется, уже похоронила. Ей легче было вас похоронить, потому что она вдруг какие-то документы вас заставляла подписать. Ну, вот это ее позиция. В результате вы сегодня с чем? Сейчас уже путем некоторых манипуляций мне отписана часть квартиры. И этот вопрос закрыт. Продолжение следует... Продолжение следует... ...